Котятки мои, всем огромный привет! Кто впервые заглянул ко мне в гости, меня зовут Елена. Сегодня у нас речь пойдет о косметических продуктах из магазина FixPrice. Вот такая небольшая у меня коробочка с продуктами. Все знают, что косметика в магазине FixPrice очень бюджетная. Я все уже протестировала на себе и у меня сложилось свое окончательное субъективное мнение. Кому такое видео будет интересно, оставайтесь со мной и давайте начнем. Так, давайте начнем самое первое, с того, что мне совершенно не понравилось. Я бы не стала рекомендовать. Смотрела обзоры других блогеров и ни один это средство не похвалил. Это жидкость для снятия лака. Вот так она выглядит. Стоит она 77 рублей. Там, по-моему, есть еще в другом цвете у меня. Сверхмягкая, Polish Remover, объем 150 мл. Содержит масло сладкого миндаля и сои, экстракт алоэ, зародышей пшеницы, витамина Е. И ничего не делает. Нужно очень долго и очень тщательно тереть ногти. И это при том, что с самым простым лаком. Если же лак у вас, допустим, с какими-то блесками, то можно просто убиться. Но вы ничего не ототрете. Поэтому я не рекомендую. Жидкость эту для чего-нибудь оставлю. Перелью куда-нибудь. Сама помпа здесь неплохая. Если сильно не надавливать на помпу, то тогда не будет разбрызгивания. Просто аккуратными, такими нежными движениями. И тогда жидкость хорошо поступает. Поэтому куплю какую-нибудь другую жидкость, перелью в этот дозатор и будет мне счастье. Но мне вообще не понравилось это средство. Следующее средство, от которого я также не осталась в восторге, это звездный крем-мус для рук и тела. Стоит он, по-моему, 55 рублей. Здесь объем 150 миллилитров. И это производитель компании Вилсон, город Москва. Так, что же нам здесь заявляют? Звездный крем-мус для рук и тела. Подарите коже сказочное преображение и нежность. Легкий крем-мус с маслом сладкого миндаля тает, мгновенно впитывается, насыщает кожу влагой, питательными веществами, сохраняет эластичность, упругость. Тонкий, искрящийся аромат создает восхитительное настроение, а кожа обретает звездное сияние и обольстительную мягкость. Ничего из перечисленного, кроме одного пункта. Это приятный, очень приятный аромат у этого крема. В остальном он ничего не делает. Также слышала противоречивые отзывы. Кто-то его хвалит, кто-то негодует, что он ложится какой-то пленкой. Нет, никакой пленкой он у меня не ложился, но он совершенно не справляется со своими заявленными функциями. Насыщает кожу влагой? Нет. Питательными веществами? Нет. Сохраняет эластичность, упругость? Я это ничего не заметила. Единственное, что да, вот этот искрящийся аромат, больше такой в теплинку, цветочно-миндальный, вот именно он создает восхитительное настроение. И более ничего. Никакого звездного сияния в этом креме я не заметила. Поэтому вот чисто от себя я его рекомендовать не стану. Следующее, что я покажу, это вот таких три шампуня. Один я уже использовала. Они по 55 рублей. Компания Сен-До, это у нас Татарстан. И в объеме они по 350 миллилитров. Помню, как я зашла в фикс прайс, видела в обзорах, хвалили. Всем все понравилось. Я схватила целых три. И что хочу сказать? Давайте, наверное, начнем с шампуня, который идет как восстановление. Это личи. Здесь нам заявляют, что интенсивно очищает, придает волосам силу, плотность уже с первого применения. Это шампунь восстановления. Приятный моего аромат. Да, вот прям личи так пахнет. Легкий, нежный, ненавязчивый. Но у меня волосы, я недавно промилировалась. До этого у меня были очень свои уже такие отрушие длинные корни. И этот шампунь более-менее, скажем так, промывал мои волосы. При этом этот шампунь совершенно не пенится. В одном обзоре я видела, что его надо прям вот граммулечку, и у вас появляется пышная пена. Скажу честно, этим шампунем, вот этими всеми тремя шампунями, я мыла голову на два раза. Потому что они совершенно не пенятся. Послушными, шелковистыми? Нет, после этого шампуня, если вы не воспользуетесь каким-то бальзамом, кондиционером, никакой послушности, пушистости, шелковистости, ничего у вас не будет. У вас будет просто обыкновенная сена на голове. Если этот шампунь еще более-менее, мои волосы выдерживали, то вот эти два шампуня, которые идут на увлажнение, уход на блеск и гладкость, как видите, они у меня вообще, этот практически полный, я им воспользовалась два раза. И вот этим я воспользовалась три раза. У них получается большой расход у этих шампуней. Плюс вот этот шампунь киви пахнет просто химозно-отвратительно. Особенно при смешивании с водой этот запах становится интенсивным и неприятным. Вообще мне показалось, что эти, знаете, шампуни действуют как шампунь глубокого очищения. И сейчас, промилировав волосы и попробовав вот этот шампунь манго, который содержит протеины шелка, экстракт плодов манго, придают волосам эластичность, создавая эффект ламинирования, я побоялась, что я свои волосы уже никогда в жизни не расчешу. В общем, я настолько осталась недовольна этими шампунями. Понятно, что цена 55 рублей, но, допустим, у фитокосметик также шампуни стоят 55 рублей, и мне они очень нравились. Эти шампуни лично от себя я рекомендовать вам не стану. Кто такими шампунями пользовался, напишите мне обязательно в комментариях, пенятся они у вас на волосах или нет. Но вот у меня, я говорю, мне пришлось прям по ногу, по целой ладошке наливать первый раз. На второй раз, конечно, я уже меньше использовала шампуня, но обычно я всегда голову промываю с одного раза. Тут особенно меня поразило то, что я прям не могла пальцы засунуть в волосы. Это было невозможно. Я потом на себя чуть ли банку кондиционера не вылила, чтобы я смогла расчесать эти волосы. Для меня нет-нет и еще раз нет. Что это я все о плохом да о плохом, пора переходить к хорошему. Следующее средство, которое мне понравилось, это нежный гель для интимной гигиены с кокосовым молочком, подходит для сверхчувствительной кожи. Это российский производитель Флорисан и объем 250 мл. Содержит молочную кислоту и здесь написано, что оптимальный уровень PH. Единственное, что мне в этом средстве не понравилось, это сама упаковка. Очень неудобно, когда ты пользуешься этим гелем, постоянно открывать крышку. Если бы здесь был дозатор или помпа, было бы намного удобнее. В остальном меня все устроило. Гель для интимной гигиены специально разработан для ухода за чувствительной кожей интимных участков тела. Уникальная рецептура с легким ароматом, гарантирует антибактериальную и противовоспалительную защиту. Кокосовое молочко предупреждает раздражение и создает нежную защитную оболочку на чувствительной коже интимных зон. У него на самом деле мягкая формула, никакого дискомфорта, чувства жжения или сухости у меня это молочко не вызвало. Хотя, если говорить в общем, слышала также противоречивые мнения на это молочко, кому-то оно не подошло. Но мы все с вами индивидуальны и если подошло мне, это не значит, что это должно подойти вам. Нужно все-таки все средства подбирать под свои особенности. Но я осталась довольна этим гелем. Осталось у меня два средства для очищения лица. Одно из них стало моим фаворитом. Я его оставлю уже в самом конце, о нем расскажу. Сейчас покажу салфетки. Это вот такие вот влажные салфетки. Стоят они, по-моему, 77 рублей. Подходят для всех типов кожи. Эти салфетки идут для снятия макияжа с мицеллярной водой, гелем, алоэ, ионами серебра. В упаковке 60 штук. Надолго они сохраняют свою свежесть благодаря вот такому клапану, который очень плотно закрывается. Сама салфетка большая. Сейчас я вам ее покажу. В общем, я купила эти салфетки и они долго у меня лежали. Как я их проверила, что они хорошие? Получилось, что в один прекрасный вечер у нас отключили и горячую, и холодную воду. А мне нужно было снять свою косметику. Я вспомнила про эти салфетки, воспользовалась и, скажу честно, мне очень понравилось. Эти салфетки отлично подойдут в дорогу, допустим, в машину положить для снятия косметики. Единственное, я не пользуюсь водостойкой косметикой, поэтому здесь ничего сказать не могу. Во всем остальном, даже тональный, все хорошо смывает. И сам аромат, знаете, такой очень приятный и нежный. В общем, мне эти салфеточки очень понравились. Я уже повторяю их второй раз. Во время того, как вы наносите макияж, где-то что-то подправить или кисти, допустим, вытереть, отлично справляются. Мне эти салфетки понравились. Ну и мой фаворит. Это мицеллярная вода. Вот так вот она выглядит. Стоит она 77 рублей и здесь объем 630 миллилитров. Очищающая мицеллярная вода с экстрактом магнолии. Деликатно очищает кожу, ухаживает за кожей. Регенерирующий эффект. Подходит для лица, век, шеи и зоны декольте. Это компания Лавитель. Производитель. Город Москва. Когда я зашла в магазин Fixed Price, это была по тем временам еще новиночка. Там, кстати, есть еще одна мицеллярная вода, но я уже не помню с чем. Я именно по аромату выбирала. Я не надеялась ни на что. Я не думала, что эта мицеллярка будет так отлично работать. Но, во-первых, аромат чувственный, нежный, прям такой, знаете, манящий, я бы сказала, аромат, который бы я хотела именно такие духи. Я вживую не, так сказать, не нюхала цветок магнолии, но вот этот аромат меня просто покорил. Если говорить про очищающие свойства этой воды, просто отлично. Для меня эта вода очень сильно похожа на мицеллярную воду от Гарниер, которая розовая у них новинка. Мягко очищает, при этом хорошо очищает, глазки не щипит, кожу не сушит, никакого раздражения, шелушения. Ничего после этой водички я не получила. Поэтому, знаете, эта вода стоит 77 рублей. Гарниер я брала в пределах, по-моему, 300 рублей. Я больше не хочу ничего искать. На самом деле, вот этот аромат легкий, нежный, чувственный, ненавязчивый. Эпитетов множество у меня для этого аромата. И производитель нам пишет, что мицеллярная вода является одним из самых мягких и деликатных средств для ухода за нежной кожей. На самом деле, очень мягкая и очень нежная. Вот эту вот водичку я вам просто, девчонки, от души рекомендую. Вторую не помню, вот не помню какой аромат, но все-таки вот аромат магнолии меня привязал к себе. Я купила и нисколько не прогадала. Сегодня это был весь обзор. Девчонки, если какими-то средствами увиденными вы пользовались, обязательно напишите внизу в комментарии ваше мнение про эти продукты. А я уже буду прощаться с вами, точнее говорить вам до свидания. Желаю всем счастья, любви и здоровья. Не болейте, самое главное. Всех обняла ваша Лена. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok